За неубранный мусор могут наказать. Проверочные рейды по санитарной очистке территорий полным ходом проходят в крымском городском поселении. За санитарным состоянием прилегающих территорий домовладений должны следить их владельцы. Однако не всё так гладко, как хотелось бы, говорят специалисты отдела ЖКХ городской администрации. К примеру, на улице Лагерная 140 у мусорного контейнера образовалась целая гора бытовых отходов. Здесь возле контейнеров есть свалка, которая несанкционированная. Среди отличившихся беспорядком и антисанитарии прилегающих территорий комиссия отметила частные дома по улицам Лагерной Троицкой резервной Лебединой. Жителями, которые до сих пор не навели порядок около своего жилья, провели разъяснительно-профилактические беседы. Санитарные инспекторы МФЦ установили сроки, в течение которых должна быть наведена чистота и порядок. Отношение жителей к своим придомовым территориям оставляет желать лучшего. Во многих дворах нашли случайный мусор, твёрдые бытовые отходы. Есть и такие улицы, где длительное время стоят аварийные авто, строительные материалы и многое другое. А вот в районе улицы Лебединая канализационный коллектор напрямую сливает нечистоты прямо в реку Адагум. На порыве напорного коллектора из авиационной базы, которая сбрасывает сточные воды с четверти города Крымска и с самой авиационной базы военного городка, сбрасывают сточные воды, фекалии все в речку Адагум. По неоднократным нашим претензиям, заявкам, письмам реакции никакой не следует. Мало того, что руководство никак не реагирует, но ещё и грубым образом нарушает все эпидемиологические нормы и правила, за несоблюдение которых грозит наказание в виде штрафных санкций. Основной целью проведения подобных рейдов является напоминание жителям о необходимости не оставаться равнодушными к облику города. Такие выездные мероприятия в Крымске продолжатся до конца летнего сезона. Наталья Корня, Владимир Попов, телерадиокомпания «Крымский экран».